Как ваши работы? Ну, понимаете? Вы кто, за производством здесь? Ну вот, смотрите так, понимаете? То, что вы приготовили, дети не съели. Те деньги, которые мы выделили, они остались здесь. Спустя полтора месяца после проверки Министерство образования сделало работу над ошибками. Наталья Бондаренко рассказала о том, как теперь устроено питание школьников. Изменилось больше разнообразие за счет подхода. Ну, вы сами видите, что, во-первых, этот вопрос стоит на личном контроле Олега Николаевича. Поэтому я думаю, что вот этот подход, сам понимание и работников кухни, и аутсорсинговых компаний позволил нам, так сказать, вот немножко по-другому отнестись к этому питанию. Ну, плюс ко всему, есть у нас горячая линия, у нас есть возможность родителей писать обращение на сайт Министерства просвещения России. И в этой части, конечно, вот тоже такой активный общественный мониторинг тоже заставляет меняться. На питание школьников перестали экономить. Сейчас прием пищи ребенка обходится не в 25 рублей, а в 70. Меню стало более разнообразным. Школы призвали активно контактировать с родителями. В некоторых учебных заведениях родительские комитеты самостоятельно осуществляют контроль качества детского питания. В школах уверены, совместная работа позволит улучшить существующую систему. Как ни странно, это первый, наверное, вопрос, который задают родители, что чем вы сегодня кормили. Мало кто спрашивает, к сожалению, что вы сегодня выучили. Не хотелось бы, конечно, чтобы подмена школы была только местом, где кормят. Все-таки хочется больше, чтобы мы были местом, где учат. Но, тем не менее, я считаю, в принципе, это нормальное желание, потому что от этого зависит здоровье ребенка. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.